Новый год на льдине. Новый год не по заказу. Дорогие друзья, приближается Новый год. Удивительный праздник. Вроде бы, что в нем особенного? Просто смена календаря. В полночь, кроме месячной даты, сменится годовая. Ну и что? Однако миллионы людей на земном шаре стараются запланировать необычную встречу Нового года в путешествии или особенном месте. А если вдруг кто-то говорит, что не отмечает этот праздник, это тоже кажется необычным. Что же в нем такого магического, когда все земляне одновременно становятся детьми и ждут чуда? Далеко-далеко, за синими морями и зелеными лесами, за высокими горами, за Финляндией и Лапландией, в царстве Северного Ледовитого океана, на Северном полюсе, где пропадают все стороны света, кроме юга. Огромный 25-тонный самолет высадил четверку отважных людей и собаку-лайку, выгрузил около 10 тонн всевозможного груза и улетел, но обещал вернуться через полтора года. Чем не начало для сказочной новогодней истории? Вы, конечно, догадались, что речь идет о знаменитом дрейфе попанинцев на льдине в 1937-38 годах. 80 лет назад любой школьник мог подробно описать все перипетии этой беспримерной арктической экспедиции. Имена Ивана Попанина, Евгения Федорова, Эрнста Кренкеля и Петра Широва были известны всему миру. О научных результатах экспедиции написаны тома. Попанинцы привезли доказательства органической жизни в Центральном полярном бассейне. В первые же часы дрейфа они услыхали чириканье маленькой птички. Когда гидробиолог Шершов забрасывал в море свои планктонные сети, он неизменно вытаскивал целый ворох всякой живности. Там были рачки бокоплавы, медузы, мелкие растения. Это было открытием. Отдельный вопрос – изучение течений, наблюдения за климатом, за льдами. До них никто не производил магнитных наблюдений в районе полюса. А главное, они доказали, что небольшой коллектив может эффективно работать в экстремальных условиях в отрыве от Большой Земли. Этот опыт пригодился и полярникам, и космонавтам. Итак, перенесемся мысленно к нашим отважным друзьям-попанинцам. Какие яркие картины не рисовало бы нам наше воображение, представить реальность, очень и очень непросто. Помогут нам в этом дневниковые записи попанинцев. Все 274 дня дрейфа каждый член экспедиции, кроме Пса Веселого, конечно, вел дневник. Все они были изданы в виде книг на многих языках. В начале дрейфа льдина-остров была размером с небольшой поселок – 5 километров в длину и 3 в ширину – 3 метра толщины. Под ногами свыше 4000 метров океанской глубины. Но уже в июле на ледяном острове появились метровые торосы и множество озер, по которым передвигаться можно было только на байдарке или резиновой лодке. В льдине появились первые трещины. Уже к декабрю льдина, как шагреневая кожа, продолжала сокращаться. Ломалась ежедневно, меняя свои очертания и внутреннюю конфигурацию под покровом полярной ночи, когда над головой лишь темно-синее небо и звезды. Из источников света в ясную погоду только луна и северное сияние. Снежные бураны, постоянные спутники полярников, заставляли людей перемещаться исключительно по троллейбусным линиям. Так папанинцы в шутку называли протянутый папанином канат – от жилой палатки до трещины, где была установлена гидрологическая лебедка Шершова. Троллейбус помогал в Пургу пробираться от палатки к лебедке и обратно, без риска заблудиться. 30 декабря Евгений Федоров сделал астрономическое определение. Папанинцы находились на широте 79 градусов 54 минуты. На материке графики были подготовлены только до 80 градуса. Никто и не предполагал, что льдину понесет с такой скоростью и так далеко на юг. Из книги Ивана Дмитриевича Папанина «На льдине». Мы устали. Это чувствуется во всем, и в отношениях друг к другу, и в работе. Возможно, что в Новый год мы устроим выходной день и ничего делать не станем. Это будет наш первый день отдыха за все время дрейфа. Людям, живущим на материке, это может показаться удивительным, но нам некогда было отдыхать. Легли спать во втором часу ночи. Через несколько часов мы начнем генеральную уборку палатки. Будем мыть головы и бриться. Я сварю обед на три дня. Думаем хорошо встретить Новый год. Пожелать нашей Родине новых больших успехов. Вряд ли наши отважные полярники в далеком 37-м думали о том, как удачно, что время экспедиции охватывает такой большой период, и Новый год они встретят на Северном полюсе, во льдах и с белыми медведями. Вряд ли. Именно в Новый год, как писал Рамис Алиев в своей книге «Изнанка белого Арктика от викингов до папанинцев», находясь за пределами общечеловеческой географии, в месте противостояния человека и стихии, они чувствовали тесную связь с Родиной и были счастливы этим единением. Так буднично папанин описывает последний день года и приготовление к празднику. 31 декабря 1937-го, 1 января 1938 года. Последний день года. Ночью Эрнст подготовил из кастрюли воды для обеда. Потом он принял 21 поздравительную телеграмму от родных и друзей. Неожиданно подул сильный ветер. Все мои труды по раскопке лагеря были ликвидированы. Снова вокруг нас образовались сугробы. Я накормил веселого, забрался в палатку и приготовил обед к Новому году. Готовясь к новогоднему вечеру, открыл банку паюсной икры. Достал сосиски, копченую грудинку, сыр, орехи, шоколад. Раздал каждому по 35 конфет Мишка. Потом под стрекосы, выросшие у Кренкеля. Мы все побрились и помыли головы. Прежде чем встретить Новый год, прошлись по лагерю, осмотрели каждую палатку, ощупали все базы, побывали на трещине, укрепили лебедку. За 10 минут до наступления Нового года мы, утомленные, вернулись в свой жилой дворец. Я начал переодеваться. Петр Петрович стал со мной в шутку бороться, говоря, «Ты еще сильный, жирный». Я засмеялся и сказал, «Если пропадет продовольствие, то первого съедим веселого, а второго уже выкушайте меня». Кренкель включил Москву, и мы у себя в палатке услышали звуки Красной площади, Интернационал и часы Кремлевской башни, извещавшие весь советский народ о том, что начинается новый 1938 год. Я поздравил всех с Новым годом, мы спели Интернационал, расцеловались и пожелали, чтобы 1938 год был таким же счастливым, как минувший. Потом Женя сделал метеонаблюдение, Теодорыч передал сводку на остров Рудольфа. Новогодний ужин продолжался два часа. После этого мы долго говорили о том, что скоро кончится полярная ночь и работа у нас пойдет еще быстрее. Мы легли спать, а Кренкель остался у радиоприемника и продолжал принимать поздравительные телеграммы со всех концов СССР. Из книги Ивана Дмитриевича Папанина 1 января, выходной день, встретил попанинцев хорошей погодой и яркими звездами. Хоть все и договаривались об отдыхе накануне, вновь приступили к работе. 2 января показалась Большая Заря, тонкая полоса на горизонте. Это означало, что с каждым днем белое зарево будет расти, и днем в лагерь начнет пробиваться солнечный свет. До конца дрейфа и эвакуации попанинцев оставалось еще долгих полтора месяца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok